Здравствуйте дорогие друзья! Apple представила iOS 11, которая оставила очень неоднозначные впечатления после презентации, но копнув глубже стало понятно, что в Купертино работают не зря. В этом видео я расскажу о всех тонкостях новой операционки, которые стоит знать. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Для начала начнем с поддерживаемых устройств. Перебраться на новую прошивку смогут все пользователи с iOS 10 на борту, за исключением iPhone 5 и iPhone 5c. Давайте опустим микроизменения в анимации, а ей подверглись практически все элементы iOS 11 и начнем с экрана блокировки. На первый взгляд ничего не изменилось. По свайпу снизу вверх отобразятся все уведомления, которые вы раньше проигнорировали. Ну а теперь самое главное – экран блокировки полностью заменил центр уведомлений. Потянув шторку вниз рабочего стола вы попадаете именно на экран блокировки. Переходим к пункту управления. Да, наконец-то ребята из Apple прислушались и сделали все как надо. Первое – появился переключатель активации, деактивации, сотовой сети, передачи данных. Ах, как долго мы этого ждали. Второе – пункт управления теперь можно частично кастомизировать из соответствующего меню настроек. Нижнюю панель с четырех иконок можно изменить и расширить, добавив новые дополнительные элементы. Тут вам и новая функция не беспокоить при вождении, когда вас ничто не будет отвлекать. iPhone сам распознает, когда вы рулите, а когда нет. Ну а если вы пассажир, то все можно обратить в свою пользу. Реализовали утилиту, позволяющую записывать экран рабочего стола без джейлбрейка и компьютера. Правда синюю мигающую полоску с рабочего стола убрать нельзя. Работает эта функция и при поворачивании смартфона в альбомную ориентацию. Правда в итоге придется обрезать ролик и поворачивать его в отдельной части, так что лучше сразу запускайте запись непосредственно из игр, а не из спрингборда. Третье – расширена поддержка 3D Touch. Практически каждый элемент пункта управления поддерживает расширенную функциональность при глубоком нажатии. Ну и последнее, теперь пункт управления – это одна целая страница, занимающая весь экран айфон, без дополнительных вкладок. Если Купертиновцы еще добавят возможность интегрировать элементы от сторонних разработчиков в пункт управления – ценным не будет. Сделав скриншот, изображение не отправляется сразу в программу фото, а скрывается в миниатюру, предлагающую быстро перейти в режим разметки, для того чтобы приступить к обрезке, выделению главного, маркерами и прочими элементами простого редактора. Если вам это не надо, просто смахните изображение вбок. К клавиатуре прикрутили функцию QuickType, позволяющую набирать текст одной рукой, что однозначно понравится владельцам фаблетов Apple. Возврат к штатной клавиатуре происходит тапом по стрелке, а открывается QuickType долгим удержанием по кнопке изменения языка. Доступна эта функция как для левшей, так и для правшей. Помимо того, что были укрупнены некоторые элементы настроек, да и в принципе многие детали интерфейса iOS в настройках обновили иконку Siri. Добавили функцию ранее доступную только для Индии. Экстримный вызов SOS. Это когда вы на заблокированном экране начинаете быстро нажимать кнопку питания и происходит вызов указанному в настройках абоненту. Я вот всегда теперь так делаю, когда вижу баг в iOS. Сразу же звоню Тиму Куку. Теперь здесь есть новая и очень полезная вкладка – учетные записи и пароли. Это своеобразный встроенный менеджер паролей. Теперь можно просмотреть все логины и пароли, которые вы добавили в связку ключей. В разделе с обоими добавили одно новое изображение. Да-да, это одна из тех фотографий, которая была доступна эксклюзивно в iPad Pro в iOS 1033, которая на момент записи видео еще находилась в стадии бета-тестирования. Touch ID и пароль может похвастаться новым номеронабирателем. Его стиль, вероятнее всего, получил закос под кнопки сейфов. Пока выглядит непривычно. Режим многозадачности остался без изменений, за исключением свежей анимации открытия. Выглядит это более эффектно. А теперь и печально. На данный момент не работает 3D Touch для запуска режима многозадачности. Не исключено, что это попросту ошибка и в будущем это подправят, но пока только так. Голосовой помощник обзавелся обновленными мужским и женским голосами. Apple интегрировала переводчик, но пока он доступен в тестовом режиме и то на английском, китайском, французском, немецком, итальянском и испанских языках. В дальнейшем список пополнится. Главное, чтобы это все не затянулось как с локализацией Siri в целом. Siri получила более тесную интеграцию с приложениями и машинное обучение. Как это все будет работать мы сможем понять немного позже. Календарь на пару с Siri более активно сканирует почту, сообщения и браузер Safari на предмет новых дат и мест встречи с возможностью быстрого создания события. Калькулятор, который очень редко запускается с пункта управления, получил круглые кнопки вместо сеточки из квадратов. Новшества на любителя. iMessage получил новую панель с приложениями и стикерами для более комфортного запуска. Сами сообщения теперь работают в связке с iCloud. Все диалоги будут отображаться на всех привязанных устройствах, а переписки сохранятся даже после полного сноса системы. Чего раньше не было. Магазин приложений получил тотальный редизайн. Вместо недельных подборок теперь есть вкладка сегодня, отображающая самые актуальные приложения и их свежие обновления на сегодняшний день. Описание свежих приложений стало более подробным и теперь напоминает целую историю создания с цитатами и прочей завлекающей информацией. Получился эдакий журнал, в котором можно почитать новости от разработчиков качественного софта. Теперь есть четкое разграничение между играми и программами. Это две совершенно разные вкладки. Появилось больше интерактива. Помимо скриншотов автоматически запускаются промо ролики, разумеется если их добавили разработчики. Из App Store можно не только покупать приложения, но и осуществлять встроенные в них покупки без запуска самих игр и программ. Тратить бабосики стало реально проще. Несмотря на то, что разработчики акцентировали внимание на воспоминаниях, которые теперь компонуются еще лучше, мне больше понравилась практическая реализация живых фотографий. Если раньше это была попросту бесполезная анимация, то теперь из нее можно извлечь драгоценный кадр, вместо неудавшегося главного изображения. А еще при взмахе вверх, во время просмотра Live Photos открывается дополнительная панель с эффектами, такими как петля, отскок и длинная экспозиция, словно вы снимали видео на зеркалку. В камере улучшили портретную съемку, теперь она работает в условиях низкой освещенности с HDR, да и в целом изображение с эффектом глубины получаются куда более качественными. Apple сдержала обещания и теперь интенсивно развивают эту функцию для смартфонов с двойной камерой. На данный момент это только iPhone 7 Plus. Ну а теперь самое вкусное. Apple интегрировала в iOS 11 новый кодек, который при сохранении прежнего качества изображений и видеороликов будет ужимать их до двух раз. Экономия дисковое пространство. Круто? Однозначно. В штатном заметочнике освежили панель с инструментами, появилась возможность добавлять таблицы и… барабанная дробь интегрировали в сканер документов. Эта штука не умеет распознавать текст, но автоматически исправляет перспективу, есть и ручной режим и выбеливает изображение специальными фильтрами. На данный момент функция сырая и лучше положиться на проверенные сторонние приложения вроде ScanNable. Но в дальнейшем, думаю, мы распрощаемся с другими программами, потому как заметочник стал еще круче. Даже до iBooks добрались различные улучшайзеры. Добавлен инструментарий для нанесения пометок на PDF-документы, есть различные маркеры, карандаши, лассо и прочие мелкие финтифлюшки, с которыми работать теперь еще проще. Рядовые пользователи не заметят особых изменений в приложениях музыка. Нововведения коснулись платного сервиса Apple Music, который теперь больше напоминает социальную сеть. Можно посмотреть, что слушают твои друзья, конечно, если они не закрыли профиль. Можно рекомендовать музыку товарищам, а сама программа получила еще более тесную интеграцию с остальными приложениями. В картах Apple слегка упростили дизайн, но главная фишка – появилась внутренняя навигация в крупных торговых центрах и схемы аэропортов со всеми заведениями и помещениями, доступными для посетителей. Аэропортов стран СНГ пока тоже нет. Apple все-таки пришла к тому, что файловый менеджер нужен iOS. Под простым названием файлы скрывается программа, которая собирает все данные с устройства iCloud и подключенных облачных хранилищ в одном месте. По аналогии с Finder на Mac присутствует система тегов. Пока программа активно допиливается. Особые надежды будем возлагать после релиза. Bulba Pay Apple Pay теперь позволяет разделять электронный чек в кафе на двоих. Добавили возможность трансфера микроплатежей. Теперь отправить друзьям или родственникам двадцатку зеленых не составит труда. Правда Apple Pay в Беларуси не работает. А если в iMessage написать другу, что мол «Эй парень, ты мне и полтинник должен», Siri определит сумму и у знакомого появится возможность в один клик вернуть вам долг. Ну или удалить вас из контактов. А вот что касается iOS 11 для iPad, вот это настоящая революция. Новый док не оставит равнодушным никого, в него можно перетащить все любимые приложения без ограничений. Компактные окошки приложений можно открывать отдельно поверх развернутых программ. В режиме Split View простым перетаскиванием из одной половинки экрана в другую осуществляется перемещение данных, к примеру изображений или текста. Проапгрейдили и клавиатуру. Вспомогательные цифры и символы открываются не длительным нажатием, как в iPhone или iPod Touch, а простым свайпом по кнопке вниз. Технология AirPlay выросла до циферки 2. Можно выбрать песню для воспроизведения на кухне и в гостиной, а затем установить свою громкость для каждой комнаты или запустить одну композицию на всех динамиках, причем совершенно синхронно. Дело за малым, купить кучу беспроводной акустики. Ну или подготовиться к выходу HomePod. Машина обучения Дополненная Реальность – два перспективных направления, в которых сейчас развивается Apple. Если с первым все понятно, эта штука будет работать в фоне и предугадывать ваши действия, то с Дополненной Реальностью все пока интереснее. iOS 11 впервые представляет новую платформу ARKit с широкими возможностями разработки приложений Дополненной Реальности для iPhone и iPad. Пока эта штука будет доступна для разработчиков, а нам остается ждать новые приложения. Чего таить, скорее всего пока игрового характера. О времени автономной работы платформы пока говорить рано. Все тестируют ПО Apple и какие-то очевидные выводы можно будет сделать только ближе к финальному релизу. Скорость работы тоже пока не объективный показатель. Система имеет кучу багов, тупит на некоторых даже самых простых действиях, не все переключатели работают и не все программы запускаются с первого раза. Это нормально, ведь это всего лишь первая бета и для разработчиков. А вот результаты бенчмарков могу показать. Geekbench 4 iPhone 7 Plus под управлением iOS 11 набрал следующее количество очков. Причем на iOS 10.3.3 результаты были примерно те же. В Antutu очков набрано немного меньше. Но опять же, это сырая тестовая прошивка. До середины июня будут выходить прошивки для разработчиков. В июле выйдут первые публичные беты, которые уже будут более-менее стабильными. Ну а финальный общедоступный релиз произойдет в сентябре – одновременно с окончанием презентации iPhone 8, новых Apple Watch и может быть других новинок Apple. Стоит ли обновляться? Однозначно нет. Будете жалеть и искать инструкцию по откату. Прошивка еще очень сырая. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие обзоры новых бет iOS 11, чтобы не упустить все изменения. Если вы все-таки решитесь на апдейт, то соответствующее видео уже висит на канале. А в комментариях к этому ролику я хочу увидеть ваше мнение касательно сбывшихся и не сбывшихся надежд. Такую ли вы iOS 11 ждали и если нет, то что по вашему мнению Apple должна была интегрировать систему? Лично мне апдейт понравился. Очень ждал этих изменений в пункте управления, ждал обновленный App Store и изменения в Live Photos. Если найдете еще какие-нибудь интересные новшества неосвещенные в видео, так же пишите. Ну а на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч, увидимся в следующем видео, пока-пока.